Воскресенье 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 На базе педиатрической академии И эту часть Большой работы Которой уже начала Работалка на казачьем shork Впять лет Это методы при изучении Лечи и процесса Чтения За последние несколько Десятилетий серьезным образом Расширились возможности инструментального исследования когнитивной деятельности, и больше всего нас радует именно то, что эти возможности теперь доступны для изучения этих когнитивных деятельностей и у детей, и наиболее широко применяемыми методами являются методы традиционно ЭЭГ и вызвавных интенсивных событий на потенциалов ЭЭГ, методы магнитной электроэнцезонографии, магнитной резонансной томографии и томографии низкого разрешения или околинфракрасной томографии. Они позволяют, во-первых, сочетать в себе различные свойства физиологических сигналов, то это промообращение и непосредственная активность электричества, биоэлектрическая активность вокруг. С одной стороны, с другой стороны, они позволяют сочетать временные и пространственные разрешения некоторых методов, а также, например, метод электроэнцезонографии позволяет все-таки исследовать детей и разрешает все-таки двигаться, а не быть полностью обезвиженными, как когда требуется национальной и нарезонной томографии. У каждого метода, как известно, есть свои недостатки, есть свои преимущества. Здесь представлены это наиболее известный метод исследования, и вот два, которые я поняла, стрелками, это те, которые представлены наших институтов. Сегодня я говорю только ЭЭГ, и преимуществом этого месяца является одновременное разрешение, порядка нескольких сотен миллисекунд, даже десятка миллисекунд, метод электроэнцезонографии, но платить на это приходится в более глубоком пространственном разрешении по этой детской базе. Функциональная магнитная электроэнцезонография по времени позволяет гораздо меньше, чем ЭЭГ, зато дает более точное пространственное разрешение не только на поверхности коры, но и в виду методов. Схема нашего большого исследования, в рамках которого я сегодня некоторые результаты наложу, включает в себя много методов. Это и психологическое тестирование, и, извините, зеленая кнопочка, и психологическое тестирование, и связанные с таблицами потенциалами. Это ЭЭГ, функциональная магнитная резонансная термография, и по результатам всех этих исследований мы надеемся построить некую общую модель, позволяющую, с одной стороны, определить факторы, влияющие на процесс чтения, и установить их взаимодействие, этих факторов, подверженность различным технологическим влияниям. В основном мы работаем как с нормой, так и с дислексиками, и построить общую какую-то более-менее внятную схему того, каким же образом происходят основы и физиологические механизмы процесса чтения. Сегодня частично результаты доложены. Я буду говорить об ССП. Далее моя коллега Наталья Шелякина будет рассказывать об ВВТ. Глазодвигательное поведение представлено в ФАЕ на стендовом докладе Аганова. И если вы хотите познакомиться там еще, мы можем потом поговорить о перспективах и о том, что мы не сможем встретить в рамках сегодняшней сессии. Что такое электроэнцефалограмма? Напомню, для тех, кто может где-то не помнит. Это метод регистрации суммарной биоэлектрической активности головного мозга и подрядности черепа. Метод относительно все-таки молодой, с 1929 года. Наиболее известный качественный и количественный анализ. Относительно преимуществ качественного анализа и, собственно говоря, к количественному анализу можно отнести и потенциалы, связанные с самыми теми, и анализ пространство временной организации электрической активности, которая происходит в процессе каких-либо когнитивных действий, и нас больше всего, например, интересует чтение. Это частичные результаты, представленные на сцене докладе Майкады Георгии Гручининой, исследования у подростков 12-13 лет, как происходит пространство временной организации биопотенциала в процессе чтения в их создательных текстах. И мы показали, что эта самая организация имеет отличие в группе мальчиков и в группе девочек. И если у девочек больше связей по ушами задействованы, то у мальчиков таких связей существенно меньше. И если они есть по сравнению с девочками, то это связи теминых и центральных активов. Но пусть чуть подробнее можно будет ее спросить об этом исследовать. связанные с событиями потенциалы это кратковременные моргальные изменения или транзималограммы, которые возникают при действии внешних отражителей, либо при изменении внутреннего состояния субъекта. Наиболее часто применяющие вызванные потенциалы мотором и когнитивные потенциалы так называемые, например, негативные стрессы голосования. Потенциалы выглядят как некая кривая. Каждый пик направленный вверх или вниз имеет свое физиологическое обоснование и, в общем-то, описание в каких ситуациях он встречается, с чем он связан и как он изменяется при изменении мерзадания в различных ситуациях чтения или предъявленных на слух каких-то речевых стимулов. Из наиболее известной зоны, показанной с помощью методов функционально-магнитно-резонансной томографии, вы видите, имеют некую специфичность при задании этнофонологии на синтаксис на семантику. Обращайте на себя внимание, это результаты нет анализа, то есть сопоставление большого числа работ, направленных на изучение разных аспектов речи. Дело в том, что разные уровни исследования языка уже, как показано, имеют специфическую структуру с одной стороны физиологическую, с другой стороны морфологическую структуру. То есть каждый из уровней обеспечивается своим набором функциональных систем, и в большей степени эти функциональные системы могут перекрываться. мы видим, что фактически активируются одни и те же зоны при разном уровне профинологии и синтаксис и систематике. Таким образом, специфичность выполнения того или иного задания достигается с одной стороны активации технических структур, с другой стороны временной и пространственной последовательностью активации этих зон. И поэтому сопоставление временных параметров, которые выясняются с помощью связанных с событиями потенциалов, и структурой традиционных, например, связей при пространстве или коферентных связях в пространстве временной, характеристики ЭЭД, позволяют наиболее полно вычленять функциональные системы, которые обеспечивают каждую из уровней языка, в том числе, как разный процесс чтения. Чтение на уровне слов, на уровне фраз, на уровне целых текстов. Эта схема позволяет нам просуммировать те уровни, которые, как уже показано в исследованиях разных акторов, показали себя как связанные с какими-то конкретными потенциалами. Например, наиболее известные потенциалы — это потенциал N400 или потенциал N600. Что это за потенциалы? Потенциал N400 — это негативный потенциал, сатэн, то есть от 250 до 500 миллисекунд после начала предъявления стимула, и он максимально выражен в центральных отделах, например, в зоне ЦИЗР. Это ответ мозга на предъявление слов, в зависимости от того зрения одной слуховой, и тематически значимой информацией. Впервые он показан был не так давно, относительно в 1980 году Марков Кутас и Хеллетов, в ответ на предложение с неожиданным окончанием. Было показано, что амплитуда этого сигнала зависит от степени и неожиданности ответов. То есть у знакомых слов эта амплитуда меньше, ожидаемая, а у совершенно неожиданных она выше. Точный генератор этого самого потенциала до сих пор еще не описан. Существуют некоторые разные причины и теории на этот счет. И, собственно говоря, приписывают этому потенциалу связь с процессами интеграции по отдельных слов в общей политике. Орфографический или технологический анализ. Вот как выглядело это исследование. Значит, было предложено некое предложение, у него там сверху выяснил варианты, да, пицца была слишком горячей для того, чтобы... И несколько вариантов ответа. Для того, чтобы ее есть, пить или плакать, да? То есть ожидаемая ответа – это есть, самый неожиданный – плакать. Так вот амплитуда ответа была максимальной, как при самом неожиданном или инконгруентном ответе. И ее фит этой амплитуды приходился примерно на 400 миллисекунд, а он в начале протяжения стимул. Так это и было названо компонентом N400. Второй компонент, который я узнала, это компонент N600. Так называемый синтатический, позитивный потенциал, который возникает примерно на 600 миллисекунде, в начале протяжения стимула. Он не такой острый по форме, как компонент N400, и более длительный, соответственно, положитель. Тоже было открыто относительно недавно. В 1992 году возникает преимущество в центральных областях, вне зависимости от предъявления, слухового или зрительного. И связан с нарушением грамматики. То есть, если избалованный ребенок бросит игрушку на пол, или избалованный ребенок бросит игрушку на пол, то этот самый потенциал будет больше в неправильной версии. Теперь, что касается наших результатов, то мы предъявляли метафорические фразы взрослых в надежде наших исследований, мы выделили наших испытываний на слух и хорошо понимающих, что предварительно взяли наиболее крайние показатели по этому тесту, и предъявляли. И задача была отличать психологические от буквальных фраз. Посмотрели мы, что же происходит, как они отличаются друг от друга. Выяснилось, что во времени реакции по ошибкам постоянных отличий не было. Это только в первом эксперименте, во втором технике появились. И было совершенно неожиданно для нас. Но, тем не менее, не остановившие наших исследований результаты, это то, что даже на первом участке фразы, который, по сути дела, еще не задерживает метафора, задерживает лишь только контекст, определяющий метафорические буквальные значения, в группе хорошо понимающих разницы между метафорой и буквальными значениями нам в окне 270-340 миллиситров уже была. Это было только в хорошо понимающих. На втором сигнал тоже было различие между метафорами и неметафорами, как и в группе плохо понимающих. Значит, результаты в группе плохо понимающих соотносились с ранее полученными. То есть это метафора, а ответ был более выраженным, был более выраженным, чем на буквальные значения. Мы пришли к выводу о том, что он хорошо понимающий и делает некие предсказания заранее. И затем уже на определении второго сигналу, как бы подтверждает или опровергает свою заранее проделанную антисипацию или предсказания. И сравнение между двумя группами по первому сигналу показало, что антитуда в районе 430 секунды была выше в группе сильных испытаний. И у детей мы провели такие исследования как в группе детей, так и в группе взрослых. Это были уже не метафоры, а фразы, имеющие смысл или бессмысленные. Мы увидели различие в области 600 миллисекунды группы младших школьников. Это 9-10 лет. Примерно 3-4 класс выбор этой группы был определён тем, что, как мы считаем, по технической стороне очевидения уже была сформирована. В группе 6-7 класса, когда уже уровень понимания примерно выходит на платок. Мы надеемся, что при пилотной исследовании большей выборки мы получим достоверное уже отличие в области как раз МН-400. Пока ещё и степени достоверности мы не достигли. И сопоставление наличия, которые сейчас в группе дислексиков, позволит нам выявить те механизмы, нейрофизиологические, которые отличаются от детей с трудностями в части. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok